Здравствуйте! Это программа «Прокурор в теме». В последние годы государством принимается комплекс мер по государственной поддержке малого предпринимательства, направленных на становление, развитие и стабилизацию сегмента малого бизнеса. Это и широко известные надзорные каникулы, и ряд других законодательных новелл. В современных условиях обеспечение развития предпринимательства приобрело высокую экономическую и общественную значимость. Органами прокуратуры особое внимание уделяется вопросам организации поддержки и защиты прав субъектов малого и среднего предпринимательства. Защита предпринимательской деятельности – тема нашей сегодняшней программы. Я представляю гостя в студии. Александр Александрович Ливыкин, прокурор Октябрьского района города Самары. Здравствуйте! Добрый день! Ну что же, защита прав предпринимателей. Как, собственно, органы прокуратуры вовлечены в данный процесс? Ну и самое главное, как и, может быть, кем эти права нарушаются? В начале нашего разговора отмечу, что в защите прав субъектов предпринимательства вообще в целом органы прокуратуры в настоящее время уделяют большое значение, особое значение соответствующие задачи, поставленные и генеральным прокурором Российской Федерации, и прокурором области. Защита и улучшение условий для ведения бизнеса является ключевым направлением в нашей работе, что, в принципе, и закономерно, с учетом и складывающейся обстановки, и необходимости улучшения, укрепления и развития экономики государства. В нашем разговоре, в тематике нашего разговора, я также хотел бы выделить тему, связанную именно с защитой субъектов малого предпринимательства. Поясню, почему это не случайно. Ведь зачастую предприниматели, скажем так, владельцы небольшого бизнеса, на них плечи ложится вся работа по сопровождению и ведению бизнеса. Они выполняют и трудовые, совмещают многие трудовые функции, им приходится разбираться и в тонкостях бухгалтерского учета, и в юридических особенностях. Во всех этих проблемах приходится разбираться самостоятельно, тогда как в каком-то предприятии, где есть определенный штат, все-таки может быть и юрист, и юридическая служба, и правовое сопровождение уже ошляется предприятие. В случае, когда предприятие небольшое и руководитель один, конечно, все заботы по бизнесу, по организации, да, ложатся на его плечи, и он остается наедине с этими проблемами. Плюс необходимо обеспечить и безопасность, требования, которые предъявляются для соответствующего вида деятельности. И вот наша главная тоже задача здесь, я вижу, чтобы эти предприниматели как раз не оставались наедине со своими проблемами. И вот органы прокуратуры строят именно взаимодействие с предпринимательским сообществом таким образом, чтобы информировать не только об обязанностях, конечно же, они есть, но и об их правах. Это и право на проведение, соблюдение определенного порядка при проверочных мероприятиях, и право на своевременную оплату по договорам, контрактам, если они заключили их с государственными или муниципальными органами, с муниципальными предприятиями. Ну и, конечно же, оказание помощи и содействия в развитии предпринимательства. Вот эти все вопросы также во главе угла у органов прокуратуры находятся. И, отвечая на вашу вторую часть вопроса, сразу скажу, что вот именно эти сферы, которые я обозначил, вот именно там мы также зачастую выявляем нарушения. Именно эти сферы у нас в зоне нашего внимания находятся. Не особого контроля, я просто уверена в этом, но вот забегая немного вперед, хочу спросить вас, если вот эта тема, и в том числе мы ее выбрали сегодня для разговора, так актуальна, защита прав именно малого предпринимательства. То есть к вам эти люди обращаются, они к вам идут за помощью, и вы, соответственно, им оказываете содействие вот именно малому предпринимательству. Обращение, заявление посредством сети интернет. Но и есть личный прием, как я всегда и говорю на всех наших телепрограммах, ничего не заменит личный прием. Вот, каждый месяц мы ведем тематические приемы по, именно по предпринимательству, по тем вопросам, которые они возникают. Стараемся привлекать и различные контролирующие органы, вот, скажем так, проводил прием, также совместно с руководителем налоговой инспекции проводили, да. И действительно было очень много вопросов по бухгалтерии, по налогам. Заявление приняли, все рассматривали, постарались всем помочь. Вот, и возвращаясь к предпринимателям, да, особенно субъектам малого предпринимательства, о которых мы сейчас говорили, которые зачастую являются и бухгалтерами, для них это, естественно, очень актуально. И в ходе личного приема многие вопросы можно решить и подсказать, куда обратиться, ну, либо непосредственно сразу на месте разрешить этот вопрос. Но все-таки давайте обозначим, кто относится к субъектам малого и среднего предпринимательства. Ну, какие-то критерии, вот, чтобы различать, да, вот эту грани разницу между малым и средним бизнесом? Вот эти критерии, они, в принципе, у нас подробно определены, закреплены в профильном федеральном законе 209-м о развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации. Все-таки там достаточно положений, чтобы сейчас, скажем так, было удобно воспринимать телезрителям. Я достаточно вот более сокращенно обозначу основные критерии. К субъектам малого и среднего предпринимательства у нас относятся предприятия средние, малые и микропредприятия. Основные критерии, которые их разделяют, несложно догадаться, это среднесписочная численность работников за календарный год, ну, то есть сколько работников есть на предприятии, есть работы, это какой доход за календарный год, средний годовой доход. Ну, и там есть нюансы по уставному капиталу. Ну, вот для примера, чтобы телезрителям было понятно, допустим, микропредприятие, в законе закреплено, что микропредприятие у нас со штатом до 15 человек. И средний годовой доход не более 120 миллионов рублей. В принципе, сумма приличная, поэтому я вот думаю, что под это понятие очень большое количество предпринимателей у нас попадает. Это и, возможно, наши как раз телезрители. Малое и среднее? Малое и среднее предпринимательства, предприниматели, там уже штатная численность больше, то есть там есть небольшие различия, но для понимания тоже обозначить до 100 человек и так далее. Скажите, а вот есть такая еще категория, как самозанятые. Вот они обращаются к вам за какой-то поддержкой, возможно, помощью? Вы знаете, вот по самозанятым, вы очень интересный вопрос сейчас задали, пока таких обращений не было и, скажем так, право применения пока еще формируется, оно в зачаточном, скажем так, положении находится. Вот практики по прокуратуре района, Октябрьского района, по самозанятым пока вопросов не возникало, но именно вот запланированный наш тематический прием мы как раз и по этой тематике хотим провести. Потому что наверняка у людей какие-то вопросы есть, сейчас, как я уже сказал, эта практика только формируется, и я думаю, мы именно по этому данному вопросу активно включимся. В работу. Хорошо, продолжаем наш разговор, и все-таки, Александр Александрович, почему вопрос защиты прав субъектов малого предпринимательства вот именно стоит сейчас так остро? Ну, мы с вами, как уже, в принципе, отметили в начале разговора, защита и предпринимательства, и малого предпринимательства очень важно, потому что, если говорить про малое предпринимательство, это самая незащищенная группа, с учетом вопросов юридических, которые возникают в ходе работы. Кроме того, большая часть оказываемых услуг, реализуемых товаров у нас используется большей частью населения повседневно, вот, обеспечивают многие наши нужды. Поэтому формирование именно устойчивой, благоприятной среды для развития предпринимательской в целом среды имеет огромное значение, чтобы предпринимателя, скажем так, было больше времени на то, чтобы думать о развитии именно бизнеса, да, реализации какой-то идей, и у него были эти возможности, нежели чтобы он тратил все это время только на юридическую какую-то бюрократию. Не думать, как защититься. Да. Ну вот, все-таки мы сейчас с вами больше говорим о теории, а я попрошу привести вас примеры, вот, обращения предпринимателей, подвезут вам территорию, разумеется. Да, конечно, обращения были, в том числе, связаны с реализациями контрольных полномочий, были вопросы, скажем так, с нарушениями при проведении контрольных мероприятий государственным органам. Допустили нарушения при проведении проверки, мы эти нарушения выявили, действительно были обоснованы. Скажу, что приняты были меры прокурорского реагирования, в том числе и привлечения к административной ответственности инспектора по 19.6.1 КУАП РФ. Статья, которая предусматривает именно привлечение должностного лица к административной ответственности, когда были допущены нарушения, в том числе и процедурные. Но, если говорить о хорошем, были, скажем так, обращения, связанные с оказанием помощи, получение именно содействия в оформлении на льготных основах имущества, вернее, оформление сделки по использованию этой имущества на безвозмездной основе. Здесь практиковалось именно не принятие мер реагирования, а совместно с администрацией района проводилось совещание, приглашались предприниматели, им подробно объяснили, потратили время, чтобы они не выясняли это самостоятельно в интернете. Все это наглядно показали, описали, какие документы нужно собрать, что нужно сделать, для того, чтобы получить соответствующую льготу, соответствующее, скажем так, содействие от государства. Этот пакет был ими собран, и успешно, скажем так, все это реализовывается. Был пример по рекламным конструкциям, действительно, были предприниматели, которые занимались размещением рекламной конструкции, были юридические тонкости в плане размещения, соблюдения закона, то есть можно ли там разместить ее на расстоянии более 50 метров, либо менее, и именно непосредственно во взаимодействии с ними разобрали их ситуацию, рассказали, что так будет нарушение, так не получится. Поэтому, считайте, необходимость, чтобы соблюсти требования закона, рекламная конструкция должна быть установлена здесь. В принципе, прием провели, тоже у всех понимание было. Да, как гласит пословица «незнание закона не освобождает от его ответственности», может быть, и не хотел приступить закон предприниматель, но вот так получилось чисто по юридическому незнанию, вы как-то идете на встречу с подниманием, относитесь к таким, в кавычках, нарушителям? Да, я даже хочу сказать, что здесь не только мы инициативно относимся, скажем так, с пониманием, у нас на законодательном уровне со стороны руководства, со стороны правительства, законодателя разработаны меры, которые, скажем так, освобождают субъекты предпринимательства от ответственности административной. Ну, к примеру, были внесены изменения в Кодекс административных правонарушений, и конкретные случаи там указаны в статье 4.1.1 КУАП РФ и статье 3.4. Ну, не буду сейчас телезрителей, скажем так, сейчас загружать статьями. Самое главное, что они должны понимать, что в случае, действительно, если они допустили нарушение, их привлекают к административной ответственности, если они совершили ее впервые, ну, то есть не являются привлеченными к административной ответственности, вот, в текущем, грубо говоря, году, к ним не применяется штраф. Этот штраф заменяется на предупреждение. То есть цель профилактическая, чтобы были устранены нарушения, чтобы их дальше не допускали, и штраф предприниматель не платит. Более того, при рассмотрении судами сформирована даже практика, если предприниматель не заявляет о это ходатайство, ну, чтобы применить эти статьи, и ему штраф не назначали в виде наказания, суды все равно рассматривают этот вопрос самостоятельно, инициативно, вот, и происходит замена штрафа на предупреждение. Скажите, пожалуйста, Александр Александрович, будут ли органы контроля проверять предпринимателей, вообще в каких случаях это происходит? В целом, уже достаточно широко освещены, да, принятые решения о моратории на проведение проверочных мероприятий со стороны органа контроля. Скажем так, любая проверка — это исключение. Плановые проверки, разграничим, плановые проверки проводятся только в отношении организаций с высокими индикаторами риска. Эти индикаторы разработаны правительством, и они связаны именно с угрозой причинения вреда и жизни здоровью большому количеству людей. Это социальные объекты, объекты ТЭК и так далее. Если мы говорим про субъекты предпринимательства, малого предпринимательства, да, то у нас мораторий на проведение таких проверок. Проверки не проводятся. В отдельных случаях, опять же, вернемся не к субъектам предпринимательства в целом, в отдельных случаях внеплановые проверки могут быть проведены по согласованию с органами прокуратуры. Но я опять отмечу и заострю внимание, что это только связано с угрозой жизни и здоровью людей, большого количества людей. То есть по субъектам малого предпринимательства проверки органами контроля в настоящее время не проводятся. Ну а если жалоба не единичная, если несколько, к примеру, человек обратились с жалобой на конкретное предприятие, где они, скажем, трудятся и работают, может ли быть организована проверка в таком случае? В отдельных случаях проверка может быть организована по согласованию с органами прокуратуры, в том числе и органами прокуратуры, естественно, если речь идет о защите большого количества людей. Такая проверка может быть организована. Данные решения принимаются только по согласованию с прокуратурой области. Кроме того, хочу еще добавить, что в случае предприятия, если было включено в план проверок, может самостоятельно обратиться в орган контроля за три месяца, насколько я помню, до проведения этого контрольного мероприятия. И обратиться с заявлением о проведении профилактического визита, результатом которого даже в случае наличия замечаний не будет привлечения к ответственности. Профилактический визит проводится, выявляются какие-то замечания, указываются на них, и тогда предприятие уже не проверяется в плановом режиме. То есть проводится профилактический визит, и плановое мероприятие контрольное не проводится. По поводу проверок, в случае поступления большого количества жалоб, еще раз отмечу, что в случае угрозы жизни и здоровья по согласованию с органами прокуратуры, такая проверка может быть инициирована. Скажите, а могут ли сами предприниматели обратиться в прокуратуру, чтобы их прокуратура проверила? Были ли такие случаи, и если да, то зачем они это делают? Ну, вы знаете, чтобы самостоятельно органы прокуратуры проверили, вот в моей практике пока не было, но здесь, наверное, больше именно обращения, опять же, с профилактическими целями, чтобы им объяснили, будет ли в том или ином случае нарушение. Вот. Ну, здесь все-таки это разрешается вопрос в рамках какого-то личного приема, действительно, либо беседы, либо совещания. Вот именно письменных обращений, чтобы предприниматель написал, сказал, проверьте меня, не было такого в практике. Хорошо. С какими в основном нарушениями обращаются к вам, чтобы проверили тот или иной субъект малого предпринимательства? То есть невыплаты заработной платы, или, может быть, какие-то нарушения по отпускам, или несоблюдение условий трудового договора, перечислять можно сейчас много. В основном, на что жалуются на малый бизнес? Вы попали в точку в вашем вопросе, действительно, просто на моей практике, именно в прокуратуре района. Основные внеплановые, ну, назовем так их условно внеплановые, основные проверки, которые проводили мы самостоятельно по согласованию с прокуратурой области субъектов, если малого предпринимательства, это только связано с нарушением, скажем так, социальных прав. И в первую очередь с невыплатой заработной платы. Действительно, определенное количество таких проверок было, и они действительно были результативные. То есть у нас действительно были сведения о том, что зарплата не выплачивается. То есть к нам приходил человек, мы его опрашивали, он подтверждал, говорил. И в основном такие проверки проводятся, где речь идет о защите социальных прав конкретного человека. И в основном они действительно в сфере трудового законодательства. Ну хорошо, проверки проводятся, а итог какой? Как я уже говорил, цель основная – это устранить нарушения, а не привлечь. Поэтому мы также, как и остальные органы контроля, в случае привлечения к административной ответственности, сами поддержим, чтобы все-таки было предприятие, привлечено либо должностное лицо к ответственности в виде предупреждения. Наша самоцель – не штраф. И либо вносится представление, либо в рамках проверки уже устраняются нарушения. То есть чтобы наша цель – это чтобы нарушения были устранены. Поэтому представление, запрет на представление мы также директору юридической организации можем внести. Также возбудить административное производство. Более того, замечу, что сейчас возбуждаем в основном либо должностное лицо, либо юридическое, чтобы, скажем так, опять же снизить нагрузку. И по штрафам применяем те же самые положения Кодекса административных правонарушений, о которых я озвучил как раз телезрителям. И в основном, где нет повторности, впервые привлекается к административной ответственности, у нас при рассмотрении назначается наказание в виде предупреждения. Александр Александрович, скажите, а вот как органы прокуратуры помогают получить предпринимателям деньги, ну скажем, за невыполненные работы? Очень большой, скажем так, пласт работы, который мы в этом направлении проводим инициативно, не дожидаемся жалоб от предпринимателей, ведем определенный учет и заказчиков муниципальных, скажем так, расположенных на нашей вверенной, там, на поднадзорной территории, и выясняем наличие заключенных контрактов и наличие по ним задолженности. Вкратце объясню для телезрителей, для наших предпринимателей, что есть общее положение, наверняка они им известны, что для субъектов малого предпринимателя срок оплаты с момента выполнения работы не должен превысать 10 дней, общий срок по предпринимателям в целом 30 дней. Поэтому вот это одно из наиболее распространенных нарушений, где нарушается, во-первых, в условиях договора могут быть внесены положения, которые противоречат закону, ну либо они фактически не исполняются. Вот именно в этом направлении мы работаем, выявляем, ну, такие же меры реагирования принимаем как представление, более того, есть специальная административная ответственность в кодексе 7.32.5, и еще ряд статей, которые мы возбуждаем, и уже привлекаем государственных и муниципальных заказчиков к ответственности, понуждаем их своевременно оплатить выполненные, принятые, надлежащим образом выполненные работы. Ну что же, наше время подходит к концу. Последний вопрос, который я, наверное, вам успею задать. Вот на ваш взгляд, все-таки, какие механизмы наиболее эффективны при вмешательстве в предпринимательскую деятельность? Я все-таки полагаю, что вмешательство в органы прокуратуры является достаточно эффективным, когда мы принимаем меры реагирования, в том числе и привлекаем к административной ответственности, возбуждаем административное производство. Но есть и практика, наработанная практика в Самарской области, в городе Самар, привлечению должностных лиц к уголовной ответственности. По статье 169 Уголовного кодекса Российской Федерации такие случаи, к сожалению, есть. Это незаконное воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Является очень, скажем так, действенным механизмом. И я все-таки думаю, вот с введением в действие этой статьи, она уже работает на протяжении нескольких лет, является достаточно мощной профилактической мерой. В том числе. Ну и подводя итог, куда предприниматель обращается в случае нарушения его прав? Я традиционно к телезрителям обращусь по Октябрьскому району, это прокуратура Октябрьского района города Самара, улица Челюскинцев, Четырнца, на личный прием к прокурору Левыкину Александру Александровичу. Также есть, конечно же, возможность обратиться и на прием в прокуратуру области, и на сайт генеральной прокуратуры, скажем так, не выходя из офиса, из дома, можно направить письменное обращение, которое будет рассмотрено. И ежемесячный тематический прием с предпринимателями также проводим каждый первый вторник месяца. Ну что же, спасибо вам большое, спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, вы смотрели программу «Прокурор в теме». Всего хорошего, до свидания.